Приветик всем! У меня сегодня по плану такие разные мелкие хозяйственные дела. В частности, я хочу начать с туалетного столика, разобрать свои помады, отложить то, что мне действительно нравится и то, чем я пользуюсь. Потому что у меня есть такие помады, которые мне нравятся. Вроде как я их покупала, же деньги тратила, но я ими пользуюсь редко. В общем-то надо избавиться от них. Ну и то же самое касается самого туалетного столика. Тенюшки разные разобрать, в общем, там понаводить такие порядки. Передвигаюсь прям сразу. Я, видите, тут в таком сарафанчике летнем, прям хорошо, тепло. Но могу сказать, что у нас на улице сейчас погода, ну не прям жара. Но солнышко светит уже, спасибо, уже классно. Вот эти вот ароматы. А еще пух. Слушайте, этого пуха везде. Благо у нас сетка на окнах и она задерживает этот самый пух. Но когда выходишь на улицу, я даже несколько раз его складывала. Он летает очень сильно сейчас. Вот что-то такое цветет. Уже зацветает липа. Слушайте, я обожаю аромат липы. Ходишь под этой липой, она так безумно пахнет. Ой, я люблю вот эти прогулки летними и теплыми вечерами, особенно вот в районе, где цветет липа. Ух-ух-ух, нравится. Жаль только, что лето быстро, быстро просто проходит. Я тут уже приготовила помады. Сейчас буду их разбирать, делать свочи на руках. Кстати, вот эта вот подставочка с китайского сайта, по-моему, с Алиэкспресс. Очень хорошая для помад, но только для вот таких вот узеньких. Вот, например, у меня есть Дефаберлик. Она сюда не лезет. Вот так разве что. Но она тоже иногда вот падает, в общем. А для блесков, карандашей, вот узких помад вообще супер. Ну что, я тут пытаюсь сейчас усесться так, чтобы было видно и меня, и вот это все. И будем с вами пробовать, то есть пробовать разбирать. Я тут приготовила целую пачку влажных салфеток, потому что буду помады делать свочи и стирать сразу. Так, начну, наверное, с кисточек. Как раз кисточки, по-моему, буду мыть, ну, те, которые останутся. Вот это ни о чем, смахивать только осыпавшиеся тени или что-то еще. Но иногда у меня Андрюшка ее берет, полы ей подметают. Я, конечно, ругаю его за это и говорю, это тени веник. Надо ему нравиться. Ну, не то, чтобы полом как-то один раз играл так. Вот. А еще он мне говорил, мам, смотри, пыль можно стирать. А я так подумала, кстати, забавно. Ну, реально, смотрите, как веничек такой для пыли. Тут запылилось, надо протереть. Оно внутри тканевое. Мыть тряпкой мокрой, но потом будет долго сушиться. Вот влажными салфетками очень удобно. Ну что, с помадками я разобралась. Потом вам покажу, что я выкидываю, что я оставляю. А теперь надо с карандашами разобраться. Они у меня все почти в одной гамме, но все равно отличаются по цвету. Субтитры сделал DimaTorzok После своей разборки-переборки у меня образовался целый лоток того, что я выбрасываю. Вот какие остались у меня помадки. Ну, а теперь в ванную комнату буду промывать вот эту подставку. Хорошенько ее надо почистить. Кисточки. Ну, и перед тем, как я уйду в ванную комнату, хочу вам показать картинку до. Надо разобраться с вот этим. Готов мой порядок. По сути, внешне особо не изменилось. Просто более аккуратно все расставила и собрала весь мусор. Ну, кое-что все-таки отложила. Значит, здесь у меня разные запасные средства. Далее, здесь у меня пока не решила, что с вот этим делать. Плюс зеркальце я его беру, если мы куда-то едем. Также у меня есть здесь косметички. Их всего три штучки. Вот эта маленькая, это идет вообще как пенал, но я его себе купила в качестве косметички для кистей. Очень удобно. Они у меня здесь отдельно лежат. Чтобы не пачкать пенал, у меня тут есть пакетик для кистей, которые можно постирать и использовать повторно. И моя любимая. Вот такая сиреневая косметичка. Она мне очень нравится. Здесь такая вот, видите, фурнитура. Внутри есть кармашек. Это у нас что? Это у нас... Ну, какой-то я в косметическом магазине покупала. А вот эта косметичка Клоранс. В общем-то, две. Чаще всего именно для путешествий. Или если мы выезжаем куда-то на природу. Ну, в общем, как-то так. Ну, да, наверное, для путешествий. А такие у меня косметички. Дальше здесь у меня пробники Dior. Кстати, вот эта вот мне очень нравится. Надо будет присмотреться в магазине. И есть, смотрите, две старенькие палетки. Коробочка у меня здесь хайлайтеры и бронзатор. Мой любимый хайлайтер Dior. Хотя, не знаю, если вы видели, я этот пыталась по-всякому открыть. У него засорилось, видимо, забилось. Там засохло отверстие. Надо иголочкой проколоть. Но мне очень нравится тоже хайлайтер Vivienne Sabo. Вы знаете, вот бюджетный вариант. Но не могу сказать, что хуже Dior. Великолепно так же сидит. Просто это другой цвет абсолютно. Ну, оттенок другой. И немножечко по-другому ложится. Но так же ложится хорошо. И так же хорошо придает свечение лицу. При этом стоит намного дешевле Dior. Vivienne Sabo. Но единственное, видите, проблема забивается. Я им давненько не пользовалась. И, пожалуйста, не могу выдавить. Надо проколоть. Но цвет хороший. Еще мне нравится хайлайтер Maybelline. Но, признаюсь, я им пользуюсь редко. Хотя сегодня как раз-таки именно Maybelline у меня на скулах. В общем-то, здесь пудры рассыпчатые. Причем одна запечатанная. Может, кому-то подарю. Тушь. Здесь коробочка идет с тушью для глаз. И у меня три лайнера для черных стрелочек. А тушь, вот эта корейская, моя самая любимая, она легко смывается водой. Chicago. Очень шикарно волосы пушнит. Делает. И MAC тушь, вот такая маленькая. Ей я что-то и не пользуюсь. Не знаю, надо, кстати, попользоваться. А здесь у меня для бровей карандаши разные. И румяна разные. Вот палетка для бровей Faberlic. Тоже хочется что-то отдельное маленькое, чтобы не такую огромную. Из-за одного оттенка я беру огромную палетку всегда с собой. Это идет только с кисточкой свое, не очень удобное. Но цвет хороший. И тут разные карандашки. В общем-то, такие румяна. Chanel, Dior. Такой пробничек у меня был. Сейчас я частенько использую Holika Holika. Обожаю. Они очень такие нежные, румяна. Сейчас они на мне, румяшки эти. Ну и коробочка с тенюшками разными. Тоже уже не буду проходиться по теням. В общем, разные мои любимые всякие. Кстати, единственное, озвучу чаще всего на мне макияж. В частности, сегодня это в уголках вот такой Faberlic. Так, оттенок, ну вот где-то 56-99, наверное. Под бровями Flavera это такой розовый, матовый, легкий оттенок. 0-4. И... Айсадора на внешнем... Ой, на внутреннем... В общем, на подвижном веке. Айсадора номер-номер 26 Кашемир. Вот это трио. Это частый мой макияж. Также я люблю иногда сочетать вот эти свои тени. Вов. Без всякого угла. То есть, просто вот одни эти тени и под бровь Flavera. Остальные уже так, по настроению. По какому-то, может быть, случаю. В общем, популярные свои самые тени я вам показала. Так, с порядком готово. Теперь точно иду в ванную комнату. В ванной комнате я начинаю с мытья подставки для помад. Затем кисточки для макияжа. Их я мою с помощью твердого мыла и вот такой силиконовой мочалки. Губки очень удобно. Ну и поскольку я уже здесь всем этим увлеклась, решила сразу раковину обработать, храм и зеркало. Затем кисточки для макияжа. Готово. Все, перемыла кисточки. Сейчас они высохнут. Я отнесу все на лоджию. Там солнышко. Я думаю, они там быстро подсохнут. В том числе вот эта подставочка. Также мыльница и мыло немножко подсохнет. Это в стирку потом закину. Тут тоже щеточка. И заодно еще и раковину обработала. Так что теперь все сверкает чистенько. И зеркало сразу захватило. Знаете, началось с одного, закончила и другим. Кисти я все поставила в стакан. У меня будет такая вертикальная сушка. У меня уже подставка высохла. Туда, конечно, пыль забивается. При том, что она стоит в шкафу. Не знаю, все равно, видимо, летит. И кисточки высохли. Сушила их вот в таком положении. Как и обещала, теперь показываю хранение внутри этого шкафчика. Очень удобно. Видите, у нас зеркало прям полностью по периметру шкафчика. Здесь немножко так отвисает, что мы не делали ручки. Мне достаточно вот так взять и открыть. Итак, на первой полочке кисточки. Это пока лежит. Это тоже временно. Здесь ватные палочки, ватные диски. Кстати, вот эта вот штучка для ватных палочек не очень удобная. По крайней мере, мне. И вроде как бы она, задумка у нее нормальная. Но я когда беру, у меня почему-то цепляются. Вот, видите. Я понимаю, что если они будут стоять, так же могут цепляться. Но она какая-то легкая. Она все время меня норовит упасть. В общем, почему-то мне она не очень удобная. Я, скорее всего, из ванной сюда принесу зайчика подставку. Мне кажется, будет более удобно. Ватные диски нормально брать. Следующая полка. Моя шкатулочка сиреневая. Помады. Крем для рук. Тут духи. Гигиеническая помада. Ведерко. Оно декоративное. Пока стоит в этом месте, я композицию новогоднюю, елочку в нее, в это ведерко. Ставила и вот здесь на углу украшала. Может быть, я какой-то цветок куплю, поставлю. В общем, пока здесь стоит. Ждет своего часа и приспособления. Свечи. Тоже такая шкатулочка, если помните. Ну, так. Раздвигается. Вообще, это для соли, для перца. Но мы так соль, перец не используем. Зато для каких-то украшений самый раз. Бывает, на ночь серьги снимаю. Ну, и чтобы там в большую шкатулку свою не лезть. Вообще, планирую потом эту шкатулочку ставить на прикроватный туалетный столик. Ой, тумбочку. Мы будем менять кровать. Когда кровать поменяем, уже закажем подвесные прикроватные тумбочки. Там, скорее всего, это туда переедет. Пока она здесь стоит. Дальше. Тут стоят фигурки. Но не успела убрать с пасхальным декором. Дело в том, что какие-то вообще такие приспособления, они у меня еще по большей части для видео, для инстаграм. То есть, они у меня для блога. Если бы я не была блогером, я бы всего вот такого покупала бы гораздо меньше. Хочется же как-то фон разбавить. Чтобы не одно и то же. Поэтому приходится на это выделять деньги. То есть, я, конечно, с удовольствием это все покупаю и украшаю дом свой. Но накладывает свой отпечаток блогерства. Дальше. Вот этот бегемотик. Я его сохранила, потому что думала, мало ли дети куда-нибудь потеряют, затащат. Это воспоминания из моего детства. Первые киндер-сюрпризы, как я собирала этих бегемотиков. Но я один-единственный взяла, такой символичный мама-бегемотик. Ну, мне почему-то напоминает это маму. Хотя это, наверное, папа больше в трусах. Ну, вот такая милота. Один бегемотик держит малыша-бегемотика. Поэтому я его сохранила, поставила. Этот тоже камень мы в Даньска привозили. Была очень приятная поездка. И у меня как такое воспоминание. Еще и сирененький. Это мне дарили. То есть, знаете, это все спрятано не на виду. Но когда мне надо порелаксировать, я открыла свой шкафчик. Во-первых, тут такой аромат стоит. У меня ароматные свечи. Они на весь шкаф аромат. Тут еще и духи. Иногда их открываю, видимо, капелька нет, где-то упадет. В общем, очень пахнет. И я вот смотрю на это все. И, знаете, успокаиваюсь. Это мой туалетный столик. Этот уголок, это мой женский уголок. За которым я не только привожу себя в порядок. Я могу здесь и поработать за ноутбуком. И с телефоном почитать комментарии, поотвечать. Ну что, девочки, еще одним порядком у меня в доме стало больше. Очень хочется надеяться, что я вас подобными уборками, порядками мотивирую, вдохновляю. Или переключаю от повседневных дел. Порядком. Но в любом случае, наблюдать, как кто-то убирает, я сама знаю, как это приятно. Хочу прокомментировать напоследок по поводу комода. Были вопросы, почему мы поставили комод. Ведь изначально планировали здесь такую зону для отдыха, торшер, там, может, полочки, какое-то кресло поставить. Вы знаете, мне приятно, что вы это помните, что вы смотрели так давно меня. И у вас это в голове. Я прям, знаете, читала и кайфовала от таких вопросов. Значит, объяснюсь перед вами. Во-первых, кресло-то у нас уже оно есть. Вот оно такое. Да, изначально у нас был план поставить здесь, я вставлю картинку, как бы полочки, тут кресло, всё. Но уже когда мы начали жить и прожив год, поняли, что нам в этой зоне не нужно это всё. Почему? Потому что у нас гостиная очень хорошо, и лоджия берёт на себя вот эту зону отдыха. Плюс всё-таки кровать наша в комнате. И вот это креслица, кресло. Я иногда и сидя на нём читаю. Иногда, ну вот как раз таки на нём я и отдыхаю перед своим туалетным столиком. Миша любит отдыхать лёжа вот так на кровати, либо в гостиной на диване. Поэтому здесь мы так прикинули, что оно у нас будет пустовать. Вот это кресло, торшер, оно нам здесь не нужно. Но нам куда нужнее какое-то ещё вот место для хранения. Потому что гардеробная, как оказалось, не резиновая. Но она у нас маленькая на самом деле, гардеробная-то. Плюс опять-таки вот какой-то декор поставить что-то. Поставить, кстати, колонку, мы отсюда уберём. Мы её решили как раз на ретро-комод. Она, ретро-колонка на ретро-комод или куда-то туда, в общем, в гостиную. Она уедет чуть позже, пока здесь стоит. Ну и тем более музыку слушали вечером. Но, согласно, она не очень вписывается сюда. Хочу здесь цветы. Да, цветы. И в целом какой-то, может быть, менять декор. Вот, поэтому мы выбрали сюда комод. А кресло у нас уже вот оно есть. Его можно двигать куда хочешь. То есть у нас зона отдыха всё равно в спальне имеется. Ну, в общем, как-то так. Ладно, на этой нотке объяснительной я буду заканчивать все это видео. И снова вас буду ждать. Скоро заглядывайте. А вам я желаю вот такого солнечного настроения. Пусть ваши глазки радуются. Улыбайтесь чаще. Всё будет хорошо. Я вас люблю и жду. Всё, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok